О том, что граффити не хулиганство, а самое настоящее творчество, в последнее время убеждается все больше белореченцев. Так, ко дню города дети и молодежь изобразили на стене около детской площадки по улице Ленина поздравительную открытку для Белореченска. К ребятам обратились жители соседних домов с просьбой сделать подобные рисунки у них во дворе. Унылые, давно не крашенные гаражи уже много лет стоят во дворе домов между улицами Ленина и Луначарского. Именно сюда, с коробкой разноцветных баллончиков пришли белореченские граффитисты. К нам обратились жители ближайших домов с просьбой о том, что некоторые гаражи исписаны нецензурными словами. И мы решили провести такую точечную акцию по городу, устранить надписи, нарисовав сверху достойные красивые рисунки. Железные стены ранее были разрисованы такими же баллончиками, вот только искусством это назвать никак нельзя. Буквально несколько минут из под рук ребят появляются небо и десятки ярких воздушных шаров. Владельцы гаража, пришедшие посмотреть, в восторге. Разрисовали наш гараж детвора, а теперь шарики красиво стало. Очень мне понравилось. Молодцы ребята, конечно, молодцы они. Пусть продолжают в том же духе. И все-таки ждать того, что кто-нибудь придет и закрасит плохие слова не стоит. Попробовать себя в качестве художника может каждый. Если у вас на стене дома или на гараже есть какие-нибудь надписи или что-то такое, что просто вам очень не нравится, то очень легко это исправить. Например, в данный момент шарики выполнен просто трафарет. Взял один ватман, вырезал шарик, покрасил один цветом, сверху белый. Все. То есть два баллончика краски и один ватман, и красота у вас на глазах. А ребята тем временем находят новые объекты для работы, потому что немало юных белорищенцев развлекают себя портя надписями стены зданий. Помочь художникам вызвались даже местные мальчишки. А значит, есть надежда, что искусство граффити скоро пойдет в массы. Наталья Пирс, Станислав Васильев, События и люди.